В минувшую субботу начался второй зональный этап краевых спортивных игр – «Спорт против наркотиков». Турнир проводится ежегодно среди подростков, состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних. В Слаенске-на-Кубане в спортивных играх приняли участие ребята из четырех районов края. Открытие игр состоялось одновременно в нескольких городах. Всего в этом году участие в играх приняли около 800 школьников. С подробностями наши корреспонденты. «Мы все знаем, что спорт – это здоровье, спорт – это хорошо, а наркотики – это смерть, это гибердация человека». Открытие краевых спортивных игр началось именно с этих слов, так как за последние годы проблема наркомании среди молодёжи стала одной из самых острых. По статистике, к 13 годам 40-50%, а к 16 годам 70-85% школьников так или иначе приобщаются к приёму алкоголя, а соответственно к пробам наркотиков. Сегодня в нашей стране стремительно распространяется наркомания. Поэтому средства активной профилактики являются самым реальным и действенным оружием из всех возможных инструментов. Но профилактика молодёжной наркомании не в том, чтобы постоянно провозглашать лозунги «вредно или опасно употреблять наркотики». Это прежде всего активная работа по предупреждению этой пагубной зависимости. Надо сделать так, чтобы молодые люди отказывались от предложений попробовать наркотик, сознательно противостояли вовлечению в наркоманию. Занятие спортом – это реальная альтернатива миру наркотиков. Молодёжь, вовлечённая в спортивную жизнь, в меньшей степени подвержена воздействию этой пагубной привычки. Спорт, он укрепляет мышцы и даёт будущее. Спорт – это круто. Это постоянно бодрость, радость. Спорт помогает тем, что вы занимаетесь тренировками, у вас нет времени на то, чтобы куда-то ходить, курить по барам. И спортом надо заниматься всем. На пути к финалу команды уже прошли районные состязания. Теперь они состязались в зональном первенстве по дартсу, командным прыжкам на скакалке, а также выявляли сильнейшего в эстафете. Позитивное настроение ребят – это, прежде всего, приобщение их с здоровым образом жизни, занятия спортом. То есть здесь мы стараемся задействовать тех ребят, которые стоят на профилактических различных учётах. То есть, сами соревнования за себя, я думаю, говорят. Максим Орлов из города Краснодара занимается вольной борьбой 7 лет. В этот вид спорта привёл его отец. Считает, что благодаря этим занятиям он приобретает здоровье, силу и мужественность. Много детей сейчас, подростков наркоманят, курят, пьют. Если бы они вовремя начали заниматься спортом, этого бы не случилось. Проходили спортивные игры именно в нашем городе не случайно. Ведь Слаенск-на-Кубани считается одним из самых спортивных в крае. Есть хорошая спортивная база, профессиональный тренерский состав, удобное географическое расположение. А также все соревнования, проводимые в Слаенске-на-Кубани, проходят на высоком организационном уровне. По итогам спортивных игр среди ребят от 14 до 15 лет победила команда СОЖ номер 43 Слаенска-на-Кубани. Среди ребят помладше – команда СОЖ номер 19 Красноармейского района. Этим командам предстоит участие в завершающем этапе краевых игр в городе Краснодаре. Используя спорт, его высокий престиж в глазах молодежи, организаторы различных спортивных мероприятий стараются противопоставить миру ложных ценностей, в которые погружаются наркоманы, спорт и здоровый образ жизни. Главная цель таких спортивных игр – донести до подростков, что наркотики – это смерть, в то время как спорт даёт очень многое – здоровье, возможность посмотреть мир и, как результат, хорошее будущее. Тина Копачевская, Александр Косицын, Георгий Калинин. Программа «События».